Совсем скоро, а именно 14 января в Казахстане выберут новых сенаторов, дата выпадает на выходные и пока большую часть населения ждет отдых, депутатам маслехатов явно будет не до релакса, ведь это им предстоит решить, кто же отправится в столицу представлять интересы целого региона. Для тех, кто подзабыл, именно так выглядит избирательная система депутатов, верхнюю палату парламента мы в идеале должны сначала выбирать депутатов маслехата, а те от нашего имени выбирают от каждой области сенаторов, а те уже в свою очередь, сидя в Астане, в парламенте пытаются решить проблемы своего родного края. Мы решили пойти по самому правильному, на наш взгляд, пути, отправиться в люди и спросить, чего они хотят от своих земляков, которым предстоит на ближайшие 6 лет связать свою судьбу с Астаной и политикой. Вот что нам рассказали жители Караганды, Актобе, Петропавловска и Шимкента. В Шимкенте, как и в любом другом городе, есть проблемы, которые не решаются из года в год. Самыми острыми из них считаются те, что связаны с занятостью населения и инфраструктурой. Известные в городе общественники журналист поделились тем, какие вопросы прежде всего должен будет поднять будущий сенатор от Шимкента. Мы очень мало создаем рабочих мест, которые люди будут заняты чем-то. Это большая проблема. В Шимкенте надо построить завод по выпуску какого-то сельхозтехники или по выпуску грузовых машин, которые приносили бы доход не только стране, но и многим людям, которые без работы ходят. Это мое убеждение. В Шимкенте большая проблема с точечной застройкой. По улицам главным, основным, строятся огромные ЖК. При этом никто, естественно, не строит никаких параллельных или альтернативных дорог. Это не продумано. Это такая градостроительная ошибка, которую нужно, ну, если сейчас ее не исправить, я понимаю выдачу документов, строительство, все это, но хотя бы, чтобы новый сенатор стукнул кулаком по столу и прекратил это безобразие в дальнейшем. Вот что волнует сегодня шимкентцев о том, какие проблемы беспокоят жителей Караганды, расскажет моя коллега Лиана Жамилханова. Если говорить о Карагандинской области, то нельзя не отметить проблемы, возникающие с работой такого промышленного гиганта, как Арселор Миттал Тимиртау. Прежде всего, конечно, это условия труда горняков. Из-за устаревшего оборудования и переработок шахтеров возникают частые аварии. Практически каждый год гибнут под землей рабочие. Кроме того, в Тимиртау, где и дислоцируются предприятия, люди буквально задыхаются от отходов из дымящихся труб заводов Арселор Миттал Тимиртау. По словам экологов и активистов, воздух в городе становится только хуже. Да и в целом экология региона оставляет желать лучшего. Арселор Миттал отрабатывает эти поля, эти все горизонты, которые есть. А сами они не вкладывают. Это первая часть. Вторая часть – модернизация. Да, они что-то там делают. Где-то закупают эти комбайны новые есть. Но это, извините, в процентном отношении от того большого, конечно, поэтому нет. И третий момент – это, конечно, безопасность наших шахтеров. К примеру, очень обидно было за то, что Караганда, Караганинская область, Балхаш вошли в карту турификации ТОП-10. И должно было быть республиканское финансирование. Некоторые регионы, допустим, как ВКО, Алаколь, Алматинская область, заповедники из республики получили деньги. А Балхаш – Нитиина. Нет центрального горячего теплосложения. Летом она идет, подача оформлена изначально. Еще в советское время ее вместе с теплом подают. Отдельной ветки подачи горячего теплосложения нет. Этот вопрос требует колоссальных денег. Катя, расскажи, какие проблемы есть в Североказахстанской области. Лена, Североказахстанская область – это регион, где население уменьшается ежегодно на тысячи человек. Как следствие, вымирающие села, пустеющие малые города. Да, в регионе больше 10 лет работают программы переселения казахстанцев с юга на север и предоставления условий для переезда кандасов. Однако миллиардное финансирование на Дере часто оборачивается некачественным жильем и отсутствием работы. Как результат, переселенцы возвращаются обратно. Люди, которые приезжают, не всегда обеспечиваются нормальным жильем. Уже много лет не менялась сумма, которая выделяется на строительство жилья, а стройматериалы подорожали. Кроме того, большая проблема трудоустройства приезжающих. Общественники напоминают и о тяжелой ситуации в сфере энергетики. По их мнению, монополисты, чувствуя вседозволенность и незаменимость, уже давно занялись самоуправством. Но на это местные власти как будто просто закрывают глаза. Энергетика вообще никуда не годна. Нужно строить новые генерирующие источники энергии. Тариф в обмен на инвестиции, в обмен на выполнение инвестиционных программ. Монополисты буквально обнаглели. Нет порядка, нет хозяина, нет единого уполномоченного государственного органа, который бы в этой сфере навел порядок. Эльмира, а какие проблемы больше всего волнуют активистов в Актюбинской области? Катя, проблем на самом деле много. Регион относится к одному из промышленных, поэтому у нас актуален вопрос экологии. И еще в области никак не решается проблема бродячих животных. Прошлым летом после нападения бездомных собак скончался 12-летний ребенок. Было выделено 43 миллиона 500 на организацию отлова, 4 миллиона 800 на стерилизацию и вакцинацию. Я считаю, это несправедливо, это неправильно, неадекватное распределение. Полигоны, отходы, проблема воды в первую очередь, сохранность вообще распространенных полезных ископаемых в виде карьерных разработок, в виде щебня, который продольный профиль. Эти все проблемы не решаются. Я уже не говорю про застарелые проблемы, шестивалентный хром, который тормозит. Почему у нас нет корпоративной социальной ответственности, бизнеса за развитие территории? Почему у нас нет пересмотра контрактов с недропользователями? Как видно, работы у будущих сенаторов от регионов непочатый край. Другой вопрос, насколько эффективно эти проблемы будут решаться и оправдаются ли надежды людей? Эльмира Ержанова, Бахрамбек Талибжанов, Лиана Жамлиханова, Екатерина Белоусова, Студия 7. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал Студия 7. Там вы найдете эксклюзивное интервью, массу аналитических материалов. Таких не делают нигде на нашем Казахстанском ТВ. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их все читаем. С нами все станет понятно.